Добрый день, друзья! Сегодня мы посмотрим на работу в море глазами матроса. Если вы хотите узнать мое субъективное мнение по этому поводу, ну, кто первый, тот пусть подписывается на канал и смотрит 136 серий, где я день за днем описывал свою жизнь на контракте. Ну что ж, поехали! Ссылку на статью я всегда оставлю в описании к видео. Как все устроено? Работа моряка. Матрос на торговом судне анонимно рассказал о том, чем филиппинцы на корабле отличаются от русских, о женах в порту и пиратах в море. О деньгах. Я пошел на моряка, потому что думал, буду путешествовать по всему миру, учить английский и еще бабки за это получать. Все эти представления оказались неверными. Начнем с бабок. По столичным меркам платят там мало, но для морских городов, откуда в основном идут моряки, деньги хорошие. По тысяче-полторы долларов в месяц. При этом ты полгода проводишь на корабле и ничего не тратишь. То есть при выходе у тебя в кармане около 6-9 тысяч. Но за полгода социальные навыки атрофируются. Ты уже разучился нормально тратить деньги. Мой одногруппник пришел из рейса в понедельник, а в четверг купил себе кабриолет. С европейскими номерами, не растаможенный. Скоро у него отвалилось колесо, надо было ремонтировать. А запчасти найти было очень трудно и дорого. Другой купил мотоцикл. Я сам себе айфон, который сразу же потерял. Деньги улетают очень быстро и снова надо идти в море. О семьях. Личную жизнь иметь практически невозможно. Ну и тут комментарии от меня, это у кого как. В основном 98% я видел, что это возможно. Это только говорят, что у моряков в каждом порту по жене. С кем можно познакомиться за 6 часов, пока длится твой отгул? В каждом морском городе есть сименс-клубы, в которых моряки могут бесплатно пользоваться интернетом, играть в бильярд, брать книжки почитать. Там и девушки есть, но надо платить. Как вы понимаете, это трудно назвать нормальными отношениями. Еще есть манила-бары. Их по всему миру содержат филиппинцы. Они и вовсе нацелены на развлечения. Там за 20 долларов можно купить себе любовь. Чаще всего не моряков можно обвинить в неверности, а их жен. Помню на нашем корабле как-то был большой праздник у филиппинской части экипажа. Громко гуляли, праздновали рождение ребенка у одного матроса. На следующий день он ходил по палубе очень грустный. Радость прошла и он подсчитал, что не виделся с женой уже 10 месяцев. О филиппинцах. Большая часть моряков филиппинц, около 80%. Потом украинцы, русские, индусы. Меньше всего африканцев и поляков. В общем, все это страны третьего мира, у которых нет других альтернатив. Все иностранные компании нанимают экипаж именно тут, потому что ни один европеец, американец или австралиец не согласится работать за такие деньги в таких условиях. Филиппинцы имеют свойство кучковаться, строить заговоры против других. Особенно, если это филиппинцы в возрасте. Молодые все-таки больше склонны идти на контакт. Я был на судне, на котором на палубе кроме меня работало 11 филиппинцев. Им было очень легко. Они просто могли не разговаривать со мной на английском и подставлять перед начальством. Русским море очень свойственна дедовщина. Стоит ему доработаться до самого мизерного офицера, он уже ходит и всем указывает, что делать, хотя ему по должности не положено. Кстати, такой национальный состав подразумевает, что английский язык ты на судне не выучишь. Так что и второе мое представление тоже неверным было. Там такие разговоры. Me no have. What you got. Если ты используешь конструкцию have been, тебя уже не поймут. Конечно, проблема не столько в национальности, сколько в том, что моряки и люди идут с довольно низким уровнем культуры. О работе. Владеют судами богатые украинцы, русские или европейцы. Кстати, если судно европейское, немецкое, например, то экономить на всем будут еще больше, чем на русском или украинском. Дают дурацкую еду, комбинезон рвется через неделю, весь дырявый. Команда очень маленькая, так что работать приходится так много, что даже в душ не успеешь сходить. Начинающие матросы с 8 утра до 6 вечера драят палубу, отбивают ржавчину, замывают от соли, настройку моют внутри. Есть большие суда, которые совершают длинные переходы через Атлантику по 20 дней. Там рутинная работа. Есть суда поменьше, на которых и работал я. Они, как почтальоны, ходят по Европе в день, может быть, по 3 порта. Это значит, что ты с 8 утра до 10 драешь палубу, потом готовишься к входу в порт, таскаешь длинные тяжелые концы, которыми пришвартовывается корабль, потом стоишь в вахту, то на трапе, то в грузовом отсеке. То есть, как охранник, следишь, чтобы на пароход никто не зашел, или проверяешь документы на груз, следишь, чтобы не было повреждений. Ты матрос, еще молодой, но на тебе уже ответственность. Если погрузят контейнер помятый, а ты не сообщил об этом, не составил специальные акты повреждений, то тебя могут списать и за свой счет отправить с другого конца мира домой. Потому что эти контейнеры стоят очень дорого, внутри ценный груз. Потом ночью тебя могут поставить на вахту на капитанском мостике. На маленьком пароходе за такое расписание спал 3-4 часа в день. Вообще, по нормативам, у тебя должен быть сон и еда по четкому расписанию. Но если будешь качать права, тебя просто спишут по каким-то формальным причинам. Один раз я сказал начальнику, что не должен чего-то делать, потому что это не входит в мои должностные обязанности. Подошел с торпом и вежливо так спрашивает. Олег, что такое? Не надо выеживаться, мы тебе можем такую характеристику написать, что ты никогда в жизни работу не найдешь. Если мы захотим тебя заставить, заставим. И не надо с нами идти на конфликт. О столкновениях. Сейчас столкновений практически не происходит. Рулит автор рулевой. На экране проложен маршрут. На телеграфе выставлена скорость. Стоят алармы. Если отклоняешься от курса, они звенят. Но мимо постоянно ходят пароходы. Надо, конечно, знать правила движения на море. Как вы знаете, правила дорожного движения. В землю мы врезаться не можем. Мы ходим по проложенным маршрутам. А вот другой теплоход. Такая опасность есть. Может человек заснуть на вахте. Он по радару слева и должен тебя пропустить, но не уступает по какой-то причине. Ты ему звонишь, и он не берет трубку. И по правилам, ты должен идти до последнего момента прямо и не предпринимать никаких действий. И только когда последняя миля остается, можешь действовать. Но пароход не автомобиль. Его, например, нельзя быстро затормозить. Нужно сначала позвонить в машину. А если ночь, то они могут спать. Они должны снизить обороты двигателя, запустить его в обратном направлении. Поэтому остается отвернуть. То есть делать так, чтобы он врезался не в центр, где находятся машинные отделения, а, например, в нос корабля. Его можно заменить, срезать, поставить новый. Он не утонет. Сейчас никто не боится ни штурмов, ни айсбергов, ни столкновений. Зато появилась другая реальность. Реальная опасность. Пираты. О пиратах. Мы были в Нигерии, стояли недалеко от порта. Ждали своей очереди, чтобы войти, разрузиться. А рядом с нами банкировалось судно. Нефть из танкера перекачивали на другое судно. Вдруг мы увидели, что к танкеру движутся небольшие рыбасские лодки, только с очень мощными двигателями. Пираты. С танкера стали подавать бедственные сигналы, кричать «Пираты! Пираты!», но мы не могли им помочь, а прибрежная полиция не торопилась. Пираты перерубили все концы, высадились на танкер и разрабили его. И только спустя 5-6 часов пришел контрольный, но ловить было уже некого. Все говорят, что они связаны с властями этих стран, вокруг которых грабят. Я с пиратами сам не сталкивался, наши корабли были защищены, огорожены колючей проволокой, были люди с автоматами на судне. Ну вот судно, на котором раньше работал мой отец, захватили пираты, дали всем по морде, обокрали пароход, забрали капитана, стармеха и ботсмана и увезли в неизвестном направлении. Капитан был одессит, стармех русский, за них ни выкупа не попросили, ничего. Всех остальных моряков потом в судно списали, компания не выплатила никакой страховки, а тех, кого украли, ничего не слышно. Пираты довольно спокойно себя ведут. Такие черные, голодные, очень худые ребята. Они курят много травки, но действуют очень быстро. Подбираются к пароходу, закидывают кошки, забираются на палубу. Всех, кто пытается сопротивляться, убивают. Никто из моих близких не пострадал, но один мой знакомый видел человека, который сбежал от них на шлюпке. У них на корабле ботсман начал сопротивляться, его зарубили мачете. Тот парень немного свихнулся после этого от страха, наверное. О путешествиях. Иногда у тебя есть время выйти на палубу, посмотреть на закат. Часто рядом с пароходом плавают дельфины, они заплывают в зону перед пароходом, и поток воды несет их вперед, они так отдыхают. Видел огромных китов в портах в Африке, к нам забегали обезьянки. Ну вот, в общем-то, и все, что я видел. Сначала ты покупаешь себе крутую камеру и фотографируешь все подряд, но месяц на пятый ты про фотоаппарат забываешь, устаешь и привыкаешь к пейзажам. Я был во всех европейских портах, заходил в Ганну и Нигерию. Да, это удивительно и интересно, прибрежные бары, сторожи, негры в африканских портах, но ты видишь не так много и в основном не лучшую сторону страны. При портовой зоне ведь в основном одна беднота. Помню, сидел со мной на вахте негр и курил огромный косяк. Я думал, такие только в взрослых мультфильмах бывают. Он показался мне отличным парнем, и когда он сказал А чоп-чоп – это у них еда. Я сходил и принес ему свой ужин. После этого мы стояли в порту еще около суток, и каждый раз, когда он меня видел даже издалека, он смотрел очень жалобными глазами и одними губами повторял Чоп-чоп. Пароход представляет тебе возможность на чем-то сосредоточиться, но чаще всего люди после тяжелого дня сидят и смотрят телевизор в месс-руме. Там очень много филиппинских фильмов, они любят смотреть вестерны. У многих есть DVD-проигрыватели, они смотрят кино прямо в каюте. Я тоже до какого-то времени залипал в кино, пока не прочитал Мартина Идена. После этого я скачал себе пособия по дизайну и несколько месяцев их штудировал. Сейчас я пытаюсь найти работу дизайнера. Больше на судно я возвращаться не хочу. В офисе лучше. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова